Привет! Сейчас вы узнаете о обнадеживающем смартфоне от компании Meizu. Он подается не как флагман, но как близкое устройство к нему. В средней ценовой категории, который я купил за 222 доллара с доставкой. Я собираюсь распаковать его и поделиться своими первыми впечатлениями о нем. Meizu X8 на новом Snapdragon 710. Начнем! Заказал я данный смарт на Алиэкспресс еще 11.11.2018, но долго продавец его отправлял, так как это была распродажа и предзаказ. И потом долго он до меня добирался, поскольку почта завалена в этот период. Но все же добрался успешно. Все ссылки на Алиэкспресс и где посмотреть у нас, добавлю в описание. Вот в таком воздушном матрасе он ко мне приехал. Кроме смартфона я сразу обнаружил там силиконовый чехол и защитную пленку. Это уже плюшки от продавца. В стандартный комплект это все не входит. Но классно, что положил. Спасибо! Дальше вот такая коробка нас встречает. Запаяна из завода. И неудивительно, ведь это глобальная версия, прошивать которую не нужно было. Из коробки все должно быть локализировано. И тут я кручу коробку и вижу, что китайских иероглифов нет. Английские надписи и... Ридно-украинска мова! Видимо данный смартфон готовился к компании Meizu специально для экспорта в Украину. Что тут написано? На именование товару мобильный терминал. Смартфон Meizu X8. Виробник компании Meizu Technologies. Дата выготовления 10-е 2018-го. Два месяца отроду данному смартфону. Вскроем коробку. Вот защитная пленка, после которой будет видно, что коробка уже не действована и вскрывалась. Открываем коробку и вот нас встречает сам смартфончик. Весь в пленочках, блестит, переливается. Снизу сразу замечаю разъем USB Type-C. А спереди вот впервые вижу такого рода пленку. Синяя, непрозрачная, с английскими надписями характеристик смартфона. Спинка на первый взгляд стеклянная. Выполнена в современных тенденциях. Пора бы снять пленочки. Обнажаем экран. Он тут Full HD+, IPS. Кстати на целых 6,15 дюйма. Обнажаем спинку. Красиво. Но только до тех пор пока не потрогать. Отпечатки пальцев будут тут как тут. Рамка сразу чувствуется, что металл. Включим его и монобровь. Но сразу видно, что она не такая как обычно. Она намного меньше. Что радует. Сходу смартфон предлагает выбрать язык. Все нужные есть. Ведь это глобалочка напомню. Регион тоже нужно выставить. По Wi-Fi сразу вижу, что это Dual Band. Что тоже хорошо. Отпечаток пальца тоже просит ввести. Так и делаем. И вот мы на главном экране. Красивый и аккуратный рабочий стол. Сразу идем в настройки и о телефоне. Версия на 4,64 гигабайт памяти. Android 8.01 и оболочка Flyme 7.170G. Проверял обновление. На данный момент нет. Это последняя актуальная версия пока что. Давайте глянем, что у нас в комплекте. Первое это скрепка. В этом отсеке у нас куча бумажек с разными языками. И гарантийка прямо из завода. В этом большом отсеке у нас лишь кабель USB Type-C. И последний отсек. В нем только зарядка. Немалых размеров кстати. Что-то написано блошиным шрифтом. Но ни слова о вольтаже и амперах. По идее должна быть быстрая зарядка M-Charge. Но мы конечно проверим это в полном обзоре. В общем вот и весь комплект. Включая подарки от продавца. Есть рамка у нас металл. То насчет задника хоть и похож на стекло. Но на ощупь. А главное по звуку если постучать. Не похож. Больше смахивает на пластик. Да и холодка такого как от стекла нет. Хм неужели пластик? Ладно разберемся. Дальше сверху как видите есть вход по 3.5 мини джек. А вот второго микрофона шумоподавления я не нашел. Похоже его тут нет или хорошо спрятали. Разберемся. Теперь сам экран. Очень порадовали рамки. Они тут реально не очень большие. Что по бокам, что снизу и сверху. Монобровь сильно не раздражает. Ввиду своих размеров. Но все же попробую скрыть. И да такая возможность тут есть. Теперь вверху черная полоса с часами, сетью и так далее. Кстати индикатор событий тоже есть. Черная полоса почему-то не под сам выступ, а чуть ниже. Но если например включить YouTube и повернуть смартфон горизонтально, картинка будет четко под вырез. В играх тоже самое. Олеофобка есть. Яркость верхняя отличная. Нижняя неплохая, но видел и ниже. Цвета неплохие, естественные я бы сказал. И под углами все нормально. Сейчас хочу попробовать поменять управление. Мне эти стандартные клавиши неудобны. Я привык, что они поменьше и кнопка назад справа, а не слева. Заходим в настройки. И да, есть такая возможность. Три варианта. Управление жестами даже есть. Ого, молодцы. Ведь это реально удобно. Длинный жест с любых сторон возвращает на рабочий стол. Короткий это шаг назад. А если провести и задержать, не важно снизу или сбоку, откроются запущенные приложения. Есть еще вариант с кнопкой M-Back. Думаю все с ней знакомы. Тоже если задержать, это главный экран, короткое нажатие шаг назад. И провести снизу вверх возле нее запущенные приложения. Теперь думаю надо поставить парочку игр. Ведь тут новый Snapdragon и не терпится его протестить. И каково же было мое удивление, когда я не смог установить игру из Play Market. Пишет, что мое устройство не поддерживает. Вы чего, ребята? Насторожило это меня, конечно. Зашел на 4 PDA и скачал оттуда. И все заработало. И игра обновилась. Странно. Поиграть я успел порядочно. Часа два уже наиграл. Просто нравится эта игра. И что я заметил, могу сказать с уверенностью, что на максимальных настройках, если не включать всякие сглаживания, все играбельно. Могут изредка встречаться просадки FPS, если очень нагруженная сцена. В целом на максималках играть можно и даже нужно. Так что Snap 710 реально неплохой проц. Но тут я заметил конкретную лажу. Я не могу свернуть игру и переключиться на другое приложение. Игра спрашивает о выходе. А вызов запущенных приложений просто не происходит. Вот блин. Попробую переключиться на другой тип управления. О, вот тут все работает. Значит дело в управлении жестами. Они их просто еще не допилили. Придется пока пользоваться кнопкой. Думаю обнова должна исправить этот косяк, я надеюсь. Дальше думал в Antutu протестить. Само Antutu стало. А вот 3D плагин. Что? Опять? Он опять не поддерживается моим устройством. Ну это уже чересчур, ребята. Что за лажа? Ладно. Ну вас в баню, Мейзу. Дальше нужно усложнить задачу. Fortnite. Для справки, эта игра запускается далеко не на всех смартфонах. Только с мощными видеоускорителями. Смотрю, что установилось и запустилось. Только средние настройки тут доступны. И как видите, играется все плавно. Кстати, те 2 часа, что я гонял в танки, смартфон был еле-еле теплым. Так что о сильном нагреве и речи нет. Хороший процессор. Кроме косяка с управлением жестами и невозможностью установить из Play Market некоторые приложения, пока я больше не заметил никаких лаг. Все открывается и сворачивается очень быстро. Летает, можно сказать. И напоследок решил бегло глянуть камеру. Сфоткал и сразу подумал, блин, вот что за шлак. Вот та же фотка на Redmi Note 6 Pro, который дешевле и он тут конкретно уделывает Meizu. А потом, блин, не поверите, дошло. А ведь я не снял защитную пленочку из камеры. Вот в чем проблема-то. Сфоткал без нее и сразу все стало ясно. Качество уже радует. Заметил, что оптической стабилизации нет, как и электронной в съемке видео. Это не айс. Но вывод о камере я могу сделать лишь в полном обзоре, когда хорошенько попользуюсь им. Но вроде бы камера должна быть неплохая. Дизайн смартфона мне понравился. Понравилась оболочка с виду. Но на практике управление жестами в мусорку пока не пофиксят. Также и приложения некоторые не ставятся. Вот Need for Speed, как и танки, не хочет качать. А вот Asphalt 8, пожалуйста. Эх, Meizu, что вы там не допилили. Попробовал, кстати, внешний динамик. Звук неплохой, но и не самый громкий. Объем тоже средний. Ладно, друзья, надеюсь, вскоре допилят софт. Полный обзор скоро будет. Там поговорим об опыте использования, автономности, быстрой зарядки, звуке, камере, ну и так далее. Пишите в комментах, что думаете о данном смарте. И что интересно было бы узнать. А я буду тестировать. И вердикт уже в полном обзоре. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. И всем пока, друзья.